Всего два дня и мы снова будем болеть за наших. Совсем немного остается до старта Паралимпиады в Сочи. Спортсмены уже съезжаются в аэропорту и их встречают волонтеры. Для атлетов создана действительно безбарьерная среда. На открытии Паралимпийских игр будет присутствовать Владимир Путин. Об этом президент рассказал в интервью российским журналистам. Он намерен посетить и некоторые соревнования. Об этом и не только. Подробнее. Максим Бобров. Люди безграничной воли и таланта, способные переломить самые трудные обстоятельства. Не просто спорт, не только яркое зрелище. Это еще и урок личного преодоления. Недаром такие соревнования, отметил Владимир Путин, становятся все более популярными в мире. Аудитория Паралимпийских игр, она существенно расширилась за последние годы. И для нас, откровенно говоря, это важно, чтобы люди это видели. Неограниченные возможности наших спортсменов с ограниченными возможностями. Это воспитывает общество в нужном ключе. Это подталкивает административную структуру всех уровней для того, чтобы создавать безбарьерную среду. Кстати говоря, вот здесь в Сочи мы впервые, наверное, в России реализовали весь комплекс программы по безбарьерной среде. И я очень рассчитываю, что в регионах будет проводиться последовательная работа по созданию такой же безбарьерной среды по всей территории страны. Добиться успеха в спорте, в бизнесе, вообще в жизни. Задача государства, напомнил Путин, всячески в этом помогать. Создавать условия для работы инвалидов. Вот это вообще ключевой вопрос. Но я сейчас не буду перечислять все, что делается государством. И по стимулированию бизнеса, который создает места рабочие для людей с ограниченными возможностями. Создаются особые условия для предприятий. Но, к сожалению, этого пока чрезвычайно мало и абсолютно недостаточно. Паралимпиада в том числе направлена на то, чтобы общество и чиновники на всех уровнях управления никогда об этом не забывали. Олимпийские соревнования в Сочи президент нередко наблюдал вживую, не по телевизору. Мы постоянно видели вас на трибунах. То хоккей, то фигурное катание. А сейчас куда вы собираетесь ходить? Вы будете ходить на соревнования паралимпиадских? Да, мне бы очень хотелось. Ну, вот сейчас показываю, здесь на экране идет слэш-коккей, допустим. Ну, вы знаете, я увлекся в последнее время. Ну, вот посмотрите, какие там страсти. Какой накал борьбы. Он ничем не меньше, чем на Олимпийских играх. Я бы с удовольствием посмотрел. Конечно, на открытие приду. Лыжные гонки очень интересные. Вы знаете, вот когда паралимпийцы выступают по горным лыжам, ну, это вообще фантастика какая-то. Это какое-то цирковое искусство просто. Две последние зимние паралимпиады стали для российской сборной очень удачными. В Турине абсолютное первенство, в Ванкувере первое место по общему числу медалей. В Сочи есть все основания надеяться на новый успех. Мы, конечно, ждем побед. Тем более, что мы знаем возможности наших паралимпийцев. На предыдущих паралимпийских играх, вы знаете, они были в числе первых. Первыми были. И руководители паралимпийского комитета международного, они прямо так и говорят о том, что они ждут наиболее ярких выступлений от российских паралимпийцев. Мы тоже. Максим Бобров, Первый канал.